Балы в национальной стилистике стали общим трендом в эпоху императора Александра Третьего. Александра Миротворца, который любил все русское, и можно сказать, что его эпоха – это действительно взлет русского стиля во всех сферах прекрасного. Именно при Александре Третьем появляются русские стили в архитектуре. Его называли теремковым или иронично петушином, потому что кому-то казалось наивным сделать формы русского деревянного зодчества в камне или в красном кирпиче. Но именно к этой эпохе принадлежат самые лучшие строения, как, например, исторический музей в Москве на Красной площади. Эстетика народного орнамента. Она была повсюду от золота и серебра, от дворцовых сервизов. Именно в Александровское время мотивы народного костюма появляются в моде не только в регламентированном дворцовом платье, но и в том, что хотят на себя надеть не только российские модницы, но то, что хотят носить в самом городе Париже. Вот именно во времена Александра Третьего привычные уже костюмированные балы приобретают национальную окраску. В кого же наряжались на бал маскарад на масленицу в XIX веке? Чаще всего заимствовали моду французскую. Во всех модных журналах на каждые сезоны предлагались не только модели платья на все случаи жизни, от бала до визита, но и фантазии на тему маскарадных костюмов. И получалось так, что целое XIX столетие российские аристократы, которые собирались на бал, были наряжены точно так же, как в Париже или в Берлине. Костюмы итальянок и китайцев, наряды почтальонш и посланец любви. Это все копировалось с модных журналов и ничуть не отличалось в России от любой страны и в Европе. Но вот когда начали обращаться к российской истории, российским балам маскарадам стали завидовать во всем мире. Потому что они становятся своеобразным, очень хорошо подготовленным историческим косплеем. Для чего? Для того, чтобы в корнях своей истории найти самые важные корни патриотизма и ощущение себя русским. Мы можем сказать, что моду на национальные балы вводят великий князь Владимир Александрович, младший брат государя, и его супруга Мария Павловна. Именно в их дворце, во Владимирском дворце в Петербурге, начинаются балы, которые подстегивают современников, устраивают все более и более точные путешествия во времени. Наверное, самый первый бал, который задал на XIX век тон в игры в историю, произошел во Владимирском дворце в 1875 году. Это был бал по поводу, можно сказать, новоселья. Молодая чета, недавно поженившаяся, занимает дворец, специально отреставрированный к их переезду, и вот в честь новоселья, после реставрации дворца, собирает своих многочисленных родственников. Сам император Александр II на этом балу нарядился в Петра I. Все говорили, что это удачное перевоплощение. Александр II выглядел точно как Петр Великий с одного из портретов в Эрмитаже. До нас, к сожалению, не дошло ни одного изображения, ни фотографического, ни живописного. Только лишь восторги современников, потому что Александр снял этот костюм вскоре, и он чувствовал себя в нем не очень комфортно. Это тоже не случайное переодевание. Александр II переодевается в того политика, в того русского правителя, которого считают для себя образцом и идеалом. Реформатора в равной степени русского и европейца, который подстегивает Россию к развитию. Это идеал Александра II. Члены его семьи тоже выбрали себе исторические образы. Саша Цесаревич, будущий император Александр III, пришел в костюме малороссийского казачьего гетмана. А хозяйка Бала, несравненная Великой Княгиней Мария Федоровна, блистала как раз в костюме, сделанном по французскому модному журналу. Она была жрицей солнца. Костюм, усыпанный металлической бахромой, золотым кружевом и золотной вышивкой, оттеняли настоящие бриллианты. Вот это сияние жрицы солнца, истинной хозяйки Бала, светской львицы, тоже было необычным. Масленичный бал, маскарад. Ничто не может остановить модниц, чтобы принять в нем участие. В этом костюме, затянутая в корсет, хозяйка Бала Мария Павловна на последнем сроке беременности. Она родит своего первенца через месяц после этого знаменитого Бала. Вот такая цена развлечений, и такая политическая и историческая цена костюмированного русского Бала. Другой бал, который будет дан позже в том же самом Владимирском дворце, это бал 1883 года. Бал, посвященный юбилею дома Романовых. Этот бал уже готовили загодя. Всем было разосно приглашение, которое регламентировали дресс-код. Этот бал должен был возвращать российское общество в Золотой век во время Алексея Михайловича Тишайшего, в Золотой 17 век. Хозяева Бала потрудились на славу. Они встречали гостей на парадной лестнице дворца, облеченные в костюме боярни и боярни, и все те, кто обслуживал этот бал, слуги, лакеи, официанты, они тоже были в исторических костюмах. Среди раздомастной толпы можно было встретить народы древней истории, витязей, варягов, половцев, скифов, печенегов. Гости обратились к самым разным сторонам истории. Больше всего было бояр, воевод, русских витязей, стрельцов, рынд. Кто-то выбрал для себя кавказские костюмы, кто-то выбрал для себя костюмы малороссии или отдаленных экзотических южно-русских народностей. Одна дама нарядилась русалкой. То ли неверно поняла концепцию исторического бала, то ли решила, что в древние времена в русской истории вместе с половцами и печенегами нарядиться русалкой тоже нормально. Так или иначе, все гости веселились, и журнал «Всемирная иллюстрация» потом долго описывал удачные костюмы. Императрица Мария Федоровна, которая обожала балы и развлечения, пришла в специально подготовленном костюме русской царице по моде XVII века по рисунку князя Гагарина. В этом костюме все было настоящее. Настоящий шелк, настоящая парча, оторочка с оболем мехом и, несомненно, все драгоценности, бриллианты и жемчуга, которыми был расшит этот величественный костюм, тоже были настоящими. Это тоже одна особенность маскарада в русском стиле. Мы можем играть в русскую старину, но все там будет настоящим. Настоящие ткани, настоящие фасоны, как их понимают в это время, и самое главное – обилие настоящих драгоценностей. Мария Федоровна в костюме русской царицы, в парчевой ферезе, с соболей опушкой, с широкими рукавами разрезными, с вышитыми поручами, сопровождал ее супруг, который, напротив, любые балы абсолютно терпеть не мог. Александр Третий относился к балам как необходимой горькой должности правителя России. Если Мария Федоровна была готова отплясывать до упаду, до самого утра, то Александр Третий, поздоровавшись с гостями, с любого балла спешил удалиться в себе в кабинет, приглашая своих гостей за рюмкой коньяка и хорошей сигарой, обсуждая как общественные, так и политические проблемы. Вот Александр Третий, можно сказать, покровитель русского стиля во всем, от моды до архитектуры, был единственным гостем, который позволил себе на этот бал прийти без маскарадного костюма. Александр Третий на этот бал, посвященный русской истории, приходит в костюме самого себя в своем привычном парадном генеральском мундире. Ну, конечно же, царя никто не выставит за дверь за нарушение регламентированного дресс-кода. Хозяева дворца Владимир Александрович и Мария Павловна встречали высоких гостей царственную чету на вершине парадной лестницы по русскому обычаю, преподнеся хлеб, соль, а позже начали бальные развлечения традиционной русской пляской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова